Добрый день! В прямом эфире Вести Ульяновской в студии Ксения Грищенко. Смотрите выпуски. Экономика, дороги, медицина. Самые главные вопросы на повестке дня в областном правительстве. Как платятся налоги и из чего они вырастают? Реально узнать всем в день открытых дверей. Подробности далее. Пластовская осень соберет тысячи талантов. Что ждет гостей ассамблеи? Узнаем из выпуска. Налоги для ульяновских предпринимателей, состояние дорог региона, создание центра женского здоровья. Сегодня эти темы на заседании правительства Ульяновской области стали приоритетными. Экономика, налоги и, конечно, дороги. Региональные средства, выделенные на ремонт автомагистрали, решено перераспределить. Изменения в госпрограмму развития транспортной системы на 2014-2019 годы участники заседания приняли единогласно. Причем вливания коснулись в том числе и городских трасс. Это необходимо для того, чтобы направить 12,4 миллиона рублей на ремонтную компанию по дорогам в городе Ульяновский и более 10 миллионов рублей направить на содержание дорог межмуниципального регионального значения. Средства выделили по факту выполненных работ, пояснили в правительстве. Они уже освоены. Это субсидии, направленные для расчета с подрядными организациями. Накануне заседания глава региона лично осмотрел участки автомагистрали, куда ушли бюджетные деньги. Нас критикуют, ну, прежде всего, конечно, городские власти за качество. Все проверили, все контролируется, все реально, так сказать, подтверждает, что у нас с приходом весны вместе со снегом и асфальт не уедет. Контролируется все. Мы везде и контрольно проводим. Проголосовали из-за изменения программы развития здравоохранения региона. Теперь прекрасная половина засвияжья, а это 70 тысяч человек, получит сверхсовременный Центр охраны здоровья женщин. Его откроют в Ульяновске согласно поручению губернатора. Центр будет строиться начиная с 2015 года. В 2016 году он вводится в эксплуатацию. Центр рассчитан более чем 500 посещений в смену. Он объединяет в себе и женскую консультацию, которая сейчас находится в переполненной 4-й поликлинике. Там же будет размещен Центр кризисной беременности. Там будет полноценный дневной стационар, лабораторно-диагностическая база. Центр планируют разместить в районе улицы Промышленной, пояснили в Минздраве. Под него отдадут здание одного из многочисленных торговых комплексов. Сумму, необходимую для реконструкции и оснащения нового лечебного учреждения, назовут воши. Елена Гочарова, Дамир Губеев, Вести Ульяновска. Проблема притока молодых кадров остро стоит перед отечественной медициной. Однако в Ульяновском регионе в нынешнем году наметилась весьма позитивная тенденция. Ситуацию на примере областной больницы изучал Игорь Кранцев. С начала нынешнего года коллектив Ульяновской областной больницы пополнили 38 молодых врачей различных специальностей. Это очень хороший показатель. Например, за весь прошлый год таковых было лишь 25 человек. Сразу три новых врача в патолого-анатомическом отделении. И не нужно думать, что вся их работа связана лишь с установлением причин смерти. В их обязанности входит и установление диагнозом по результатам анализов. В частности, на определение наличия раковых опухолей. Молодой специалист Регина Уренева именно этим и занимается, сверяя результаты анализов со справочником. Два года девушка провела в отделении в качестве ординатора. А с сентября она на ставке врача, как и двое ее коллег. Мы уверены, потому что наш коллектив нам помогает. Они дали нам все знания свои за время прохождения нашей ординатуры. И периодически нас проверяют. Мы с ними советуемся. То есть мы знаем, что нам есть на кого положиться. Опытные медики, в свою очередь, говорят, что и они могут положиться на своих молодых коллег. Хотя учиться в медицине приходится не только в ВУЗе, но и в процессе работы. Считается, что простой материал молодые врачи могут отвечать фактически сразу после окончания ординатуры. Сложный материал, к которому относятся опухолевые и предопухолевые процессы. Молодые врачи смогут отвечать через 3-4 года. И основное, чему их сейчас учат, отличить плохое от хорошего. То есть не пропустить патологию. А спустя 5-7 лет должен получиться хороший, грамотный, умный патолог-анатом. Занятия с будущими медиками проходят в том числе и в стенах больницы. Здесь и лекция, и практика. Наталья Волкова тоже когда-то училась таким образом. Затем, как и ее коллеги из патолого-анатомического отделения, проходила ординатуру. Но по другой специальности. Она акушер-гинеколог. С начала месяца уже приняла порядка 15 родов. А до того набиралась опыта, будучи ординатором. И благодаря этому уверена, в выборе профессии не ошиблась. Бывает, женщины приходят с детками показывать, какие они выросли уже большие. За эти два года несколько случаев было, когда уже бегающие детки приходили с мамами вместе. Ну, конечно, это положительные эмоции. Очень радуешься, когда видишь красивую малыша, карапуза, счастливую маму, благодарную. Это подстегивает в плане работы. Игорь Кранцев, Герман Баранов, Вест Ульяновск. Сегодня во всех налоговых инспекциях Ульяновской области проводятся дни открытых дверей. Время приема с 8 до 20 часов. Граждан проинформируют о порядке исчислений и уплаты имущественных налогов. Транспортного, земельного и налога на имущество. Налоговики напоминают, что исполнить свою обязанность перед государством требуется до 1 октября. Уникальная возможность для налогоплательщиков, как мы их называем, для всех граждан прийти и еще побольше все узнать. Как платятся налоги, с какой стоимости все рассчитывается, какие льготы. То есть наши специалисты им помогут, все расскажут, примут все заявления. Ульяновцы смогут открыть с помощью сотрудников инспекции личный кабинет. А еще ознакомятся с возможностями онлайн-сервисов на интернет-сайте Федеральной налоговой службы России. Дополнительный день открытых дверей пройдет завтра с 10 до 15 часов. В сентябре в регионе отмечают День воинской славы. Торжественное мероприятие, посвященное этому празднику, прошло на территории регионального учебного центра. Напомним, здесь готовят военных специалистов связи. Знаками в память о праздничном параде в Ульяновской области в День 70-летия Победы в Великой Отечественной войне наградили тех, кто сейчас стоит на защите нашей Родины. Спасибо вам огромное за службу. Спасибо за прилежность в учебе. Искренне верю, что каждый из вас понимает свою ответственность перед страной и выполнит, если понадобится, любой приказ Верховного Главного Командующего. На территории Ульяновской области будет вручено 2000 таких памятных знаков. В этот день награды получили 57 военнослужащих. Еще 200 наград в День города. Тогда же губернатор Сергей Морозов посетил госпиталь ветеранов войн, где наградил тех, кто на протяжении жизни неустанно трудился на благо страны. Это герои социалистического труда и труженики тыла. К другим новостям. 47 ДТП, один погибший, 9 пострадавших. Такова сводка областных госавтоинспекторов за минувшие сутки. На дорогах региона зафиксировано почти 2000 нарушений и задержано 20 пьяных водителей. Подробности страшных аварий у Натальи Сабановой. 17 сентября в 6 часов 15 минут на 27-м километре автодороги Ульяновск, Дмитровград, Самара, Старая Майна, Матвеевка, граница области, по предварительной информации водитель 1990 года рождения, управляя автомобилем БМВ, не выбрал безопасную дистанцию и совершил столкновение с движущимся впереди и осуществляющим поворот налево автомобилем паз. В результате ДТП водитель автомобиля БМВ скончался на месте происшествия. Пассажир того же автомобиля, мужчина 83 года рождения, госпитализирован. В 13 часов 35 минут на улице Ефремова 75А Засвияжского района города Ульяновска по предварительной информации водитель автомобиля Рено при проезде регулируемого перекрестка совершил наезд на пешехода, переходящего проезжую часть дороги на разрешающий сигнал светофора. В результате происшествия пешеход, женщина 88 года рождения, госпитализирована. Уважаемые водители, госавтоинспекция убедительно просит вас неукоснительно соблюдать правила дорожного движения. Будьте предельно внимательны и осторожны. Нашествие бакланов уже пятый год испытывает на себе наш регион. Впервые птицы появились у нас на Саратовском водохранилище, но с каждым годом они продвигаются вглубь, умножая свою популяцию в разы. Сейчас пернаты осваивают уже Черемшанский залив Куйбышевского водохранилища в Меликесском районе. Там и побывала Элла Шахова. Рыбаки рыболовецкого колхоза «Зародина» добывают в Черемшанском заливе леща, платву, окуня, карася, сорожку не одно десятилетие. Но такую диковинную птицу рыбоеды, как баклан, увидели здесь недавно. Три года назад первый десант этого пернатого хищника не превышал несколько сотен. Сейчас их уже тысячи. Их туч была, вот весь берег, вот дует, допустим, северный ветер, и все, здесь вот все сидит, все черно, просто все черно, один баклан сидит. Выезжаешь там, просто в него на лодке выезжаешь, да, там часть взлетает, но обязательно там 5-10 штук, они взлететь даже не могут ради того, что там, я так понимаю, что зоб там полный, он до такой степени нажрался, что он взлетать не может, он начинает отрыгивать все это. И все, вот после того, как он отрыгнет, он начинает на взлет идти. Такого переевшего баклана удалось снять и нашей съемочной группе. Спасался он от нас, ныряя в Волгу, которая в этот день штормила. Черная птица, наподобие гуся. Он рыбу много жирает, очень много. Он из сетей редко вырывает, он в основном, когда нет никого на сетях, вот так вот. И заклевывает, заныривает, заныривает довольно-таки глубоко, я вам скажу. И это, долбит ее там. Ну, штуки два я из сетей вытаскивал. Они заныривают, рыбу клюет, и впадает в сеть. Бакланы – птицы с очень организованной системой выживания. В Черемшанском заливе Куйбышевского водохранилища у них естественных врагов практически нет, разве что орлан-белохвост. Значит, практически никто не ограничивает рост популяции черного гуся. Сбиваются большими косяками и пристраиваются к чайкам, где чайка, ну, рыбу ест, и они пристраиваются. Очень много это, появилось рыбы раненой, то, что мы думали, может, хищник ее гоняет, а потом все присмотрелись, то, что это щипки, то, что это вот клювом они щипают, то, что рыба бывает вырывается, не всегда же им удача, как говорится, улыбается. С ущерба они наносят рыбной фауне, ну, большой. Кроме того, от большого количества ядовитых отходов жизнедеятельности бакланов вдоль рек, на островах, где они гнездятся, гибнут деревья. Местные охотоведы уже не первый год бьют тревогу. Пернатые переселенцы угрожают будущему рыбы в ульяновских водоемах и предлагают решить проблему просто – сделать баклана объектом охоты. Это вполне в компетенции региональных властей. Появится новый охотничий ресурс, новый объект охоты для охотников. И в то же время в какой-то степени он снижит нагрузку на другие виды, отвлекет на себя. И в то же время численность его нужно регулировать, чтобы не была она высокой, чтобы не сильно он мог влиять на рыбные запасы. Он в основном, рацион его питания – это молодая рыба. В Астраханской области он является объектом охоты, Волгоградской области. Там даже какое-то время в степени предусмотрено вознаграждение за снижение численности этого вида. В Астраханской и Волгоградской областях действительно объявлено денежное вознаграждение местными властями – 50 рублей за одного баклана. Там эти пернатые рыбоеды стали виновниками резкого сокращения рыбы в Волге. И рыболовецкие хозяйства терпят многомиллионные убытки. В нашем регионе пока до этого не дошло. Баклана осваивает Куйбышевское водохранище всего несколько лет. Местные рыбаки его уже не взлюбили. Но у этой птицы есть одна положительная черта – они заводят семейные пары один раз и на всю жизнь, как лебеди. Элла Шахова, Александр Абрамов, Вести, Ульяновск. Массовый пленэр откроет пластовскую осень. Традиционная международная ассамблея художников стартует в регионе в воскресенье, 20 сентября. Победитель грантового конкурса – проект «Ульяновск Родина талантов» соберет тысячи профессионалов и любителей на бульваре «Новый венец». Организаторы отмечают – это некое творческое соревнование, где каждый участник сможет в собственном стиле перенести красоту волжских просторов на холст. В течение трех дней гостей ассамблеи ждут различные презентации, мастер-классы, экскурсии и открытия выставок. У нас стартует выставочный проект ВДНХ – это выставка достижений народных художников, которую мы презентуем в Мемориальном центре имени Владимира Ильича Ленина. В рамках этого проекта ежегодно будут выставляться 5-6 народных художников нашей страны. В этом году это Суховецкий, Полотнов, Глухов, Гавриляченко. Кроме этого, в рамках этого проекта будет проходить премьера картины. То есть ульяновские зрители смогут стать первыми лицами, первыми зрителями новых проектов. А вот в музее Аркадия Пластова откроют выставку ученика симбирского народного художника. «Война глазами живописца» Виктора Киселева. В экспозиции представят больше 50 живописных и графических работ. Это не только произведения военных лет, но еще и фронтовые письма и дневники Киселева. Представлен шарф, выполненный Натальей Алексеевной Пластовой, который она с любовью вязала для своего друга Виктора Васильевича Киселева. Этот шарф хранится уже 70 лет. Папа с ним был на фронте, он его грел, и потом он еще несколько лет его носил, этот шарф. Но самым ценным для отца было то, что Аркадий Александрович Пластов посылал ему на фронт эскизы своих будущих работ. Ассамблея пройдет при поддержке областного правительства, а в его открытии примет участие глава региона Сергей Морозов. И на этом наш выпуск завершен. Всего доброго. Сейчас в Ульяновске 23 градуса. Атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 40%. Ветер западный 6 метров в секунду. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok